Очередная волна массовых эвакуаций прокатилась по Дальнему Востоку. На этот раз злоумышленники разослали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в детских садах. В Хабаровском крае экстренно эвакуировали свыше 60 учреждений. Репортаж Дарьи Небора. С 9 часов утра до школьные учреждения начали получать угрозы по электронной почте. Это далеко не первые атаки преступников. Однако детские сады они до настоящего дня не затрагивали. Буквально 10 минут назад нам поступило сообщение, что детский сад номер 57 эвакуируют из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. Как видим, никого нет, детей уже эвакуировали. Нам известно, что в этот раз всех детей эвакуируют теплые помещения. Воспитанников 57-го детского сада отвели в школу номер 15, расположенную по соседству. Всего в Хабаровске этим утром письма с угрозами получили более 50 садов. Из зданий экстренно пришлось выводить тысячи маленьких детей. И всех размещали в ближайших социальных учреждениях. У нас есть паспорт безопасности в учреждениях, в котором прописано, в какое учреждение при эвакуации мы должны идти. При таких случаях все ходили, обули, кофточки, колготки, шапочки, курточки, все одели. Это очень хорошо, потому что дети маленькие. 10 минут на улице в такой мороз, и они бы все заболели. Тем более тогда бы они точно напугались. Сообщения с угрозами поступали также в комсомольские учреждения. Там эвакуировали порядка 10 детских садов и в другие города Дальнего Востока. В Биробиджане во время экстренных мероприятий скончалась одна из воспитательниц. Женщине стало плохо с сердцем, когда детей уже отвели в безопасное место. Пока медики не могут сказать, стресс или другие объективные причины повлияли на трагический исход. На места незамедлительно выехали сотрудники органов внутренних дел и представители иных специальных и экстренных служб. В ходе обследования помещений угрозы не обнаружены. За последние две недели это уже вторая массовая атака лжетеррористов. 9 декабря по всему Дальнему Востоку были эвакуированы школы и вузы. Отправители ложных сообщений пока не найдены. Дарья Небора, Павел Легалин, телеканал «Губерния».